В этом эксперименте мы превратим почти прозрачную жидкость в темную в мгновение ока. Понадобится небольшая подготовка и возможно поход в аптеку, но это того стоит. Итак, вот что нам понадобится. Два прозрачных стакана одинакового размера. Два небольших стакана, можно даже пластиковых. Любая емкость с теплой водой. Ложка для перемешивания. Картофельный или кукурузный крахмал. 1 грамм витамина С. Настойка йода. Перекись водорода. И шприцы для точного дозирования. Витамин С, настойка йода, перекись водорода и шприцы продаются в любой аптеке. Я нашел вот такой витамин С в порошке. В аптеках он часто продается в таблетках, поэтому для начала таблетку нужно раздробить до мелкого порошка. Поместите 1 грамм витамина С в пластиковый стакан и добавьте 60 миллилитров теплой воды. Шприц поможет точно отмерить необходимый объем. Хорошо размешайте, чтобы порошок полностью растворился. Далее приготовим жидкий крахмал. Смешайте 1 чайную ложку крахмала в небольшом количестве холодной воды. Затем добавьте горячей воды и еще раз размешайте. Налейте в 2 прозрачных стакана по 60 миллилитров теплой воды. В первый стакан добавьте 5 миллилитров настойки йода и 10-12 миллилитров жидкости с витамином С. Обратите внимание, йод обесцветился. Во втором стакане смешайте 15 миллилитров перекиси водорода и 7 миллилитров жидкого крахмала. Подготовка закончена, пора переходить к самому главному. Возьмите 2 прозрачных стакана и перелейте всю жидкость из одного стакана в другой. Сделайте это несколько раз. Поставьте стакан с раствором на стол и наблюдайте. Будьте терпеливы. Может пройти от нескольких секунд до нескольких минут, прежде чем жидкость изменит свой цвет на темный. Этот эксперимент – химическая реакция под названием йодные часы. По сути, это битва между крахмалом, который пытается превратить йод в темный цвет, и витамином С, который не дает это сделать. В конце концов, витамин С полностью расходуется и получается мгновенное изменение цвета. Посмотрим реакцию еще раз. Кстати, если добавить витамин С, жидкость снова обесцветится. Это один из самых простых, но в то же время впечатляющих опытов. Попробуйте сами. Если вам понравился этот проект, не забудьте поставить лайк и рассказать друзьям в социальных сетях. Если вы впервые на этом канале, подписывайтесь на новые видео и посмотрите предыдущие. Субтитры создавал DimaTorzok ・ди вúc. 시는 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok